В гостях в христианской футбольной лиге команда Fiesta. Питом, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь прошлый сезон? Сезон я оцениваю, в принципе, позитивно. Мы вышли в большую линию. Задача была закрепиться, набраться опыта, вырасти где-то и дальше двигаться. Скажи, пожалуйста, вот в целом, насколько удалось сделать команду именно на этот сезон? То есть, сколько новых людей пришло и чем эта команда отличается от прошлого сезона? Ну, я думаю, в принципе, в целом удалось. Мы уже начинали новую команду репить где-то со второго круга прошлого чемпионата. В принципе, сейчас есть тот костяк, который был тогда, привлечён, он остался. Ну, тех, кто захотел остаться, тех, кто подошёл по стилю игры и, скажем так, тот, кто готов биться за эмблему этой команды и закажет друг за другу. Поэтому в этом году нас цели, я думаю, уже повыше и будем дальше двигаться степ по степ. Спасибо большое. Женщик Ревостова, ты вот пришёл в команду, да, в прошлом году. И для тебя вот какие первые впечатления были, какие есть и изменялись ли они со временем? Ну, мне понравилась дружная команда, нету агрессии на поле, нету бихания, то есть каждый там может нормально пообщаться с каждым, уважение, все взрослые люди, в принципе. Ну, вообще, мне очень понравилось и готов стараться биться за команду. Кто первый тебя встретил в этой команде? Артём подошёл, ну, как бы меня Денис предложил, как мы мне тоже на рассмотрение, потом я пришёл на игру, Артём, понятное дело, сама поздоровался, ну, просто взял сообщение, там, потихоньку начал вливаться в коллектив. Скажи, в этой команде не существуют дедовщины? Нет, нет, нет. То есть, мир и любовь, да? Все ребята одного возраста, приблизительно, и не может быть её, в принципе, это реально. Хорошо, Сергей, пожалуйста, за счёт чего тогда вот это тепло и, как бы, равноправие? И вообще, какие принципы у команды Фьереста? Я считаю, что касательно принципов, даже не принципов, а может какое-то правило. То есть, вы спрашивали касательно видовщины, предельно честно вам ответили. По себе хочу сказать, если можно так сказать, мини-дедушка. То есть, наоборот, лично я пытаюсь, если кто-то приходит, дать ему какую-то информацию или свой опыт передать. И, мне кажется, что вот то, что у нас есть и чего не отнять, это вот сплочённость. Где-то, может быть, мы не мастеровиты, как там Месси и так далее, но сплочённость и самоотдача, это на максимум, что очень полезно для нас. Спасибо большое. Ром, скажи, у вас тяжело забивать вот ничьи за эту команду? Насколько коллектив работает вот на день нападения? Ну, сейчас тяжело в этом судить. Коллектив ИБА обновляется. Мы ещё до конца не сыгрались, но, в принципе, вот как мы провели несколько там логических игрок. Ну, я смотрел, что увидел, что как бы команда сейчас идёт, растёт уровень игры, уже как бы более начинаем награть больше волны, смартфутбол. Ну, я думаю, сезон покажет, но я рассчитываю, что там будет больше голов, больше элементов, и игра будет нового качества. Спасибо большое. Дима, какая вот сильная сторона, линия, или даже так, команды Fiesta? Линия полузащита. За счёт чего она выделяется? За счёт быстрых игроков. У нас вот за счёт этого и острые атаки получаются. И нападающим, ну, у нападающих из-за этого есть работа. Замыкать по стенам. То есть, постоянно сплавно где-то стартам. Что слева, что справа, два быстрых игроков, которые справляются отлично. Всё, я объясню просто, почему вот второй тайм немножко у вас всё-таки вы забиваете чаще? Чем это связано? Опять же таки, мне кажется, это связано со старанием. И, может, где-то в другом моменте понимаем, что сами в некоторых моментах даём наблюдаться. Выиграть, например, команду, где-то, может, первые минуты какой-то мандраж и так далее. А потом уже, когда наступает тот период, когда ты понимаешь, что этого соперника можно и нужно обыгрывать, и плюс всё удаётся, то старание возрастает вдвое, и ты действуешь просто на максимум. То есть, бывает такое, что игра заканчивается, а у нас там пять человек, например, сидят ещё 30 минут, отдыхают от тяжёлого матча и говорят, я выложился на максимум, а если это ещё дало результат, так это вдвойне приятнее. Спасибо, Шаднис. Как ты считаешь, кто самый эмоциональный человек в команде? Есть такое? Ну, скажем так, я один из эмоциональных людей, да. Ну, в принципе, у нас ребята в защите, такие достаточно эмоциональные по краям. Потому что, ну, они, их надо, в некоторый момент их надо успокаивать, потому что они, когда немножко идёт плохо игра, ну, то есть, скажем так, надо отыгрываться и, в принципе, всё хорошо, но чего-то не хватает. Вот. То есть, они немножко накаляют ситуацию, если их вовремя не приустранить, то они могут получить там жёлтые карточки, ну, и с кем-то, не дай бог, с командой позориться. А кто самый спокойный игрок вообще, чтобы не пустил на поле, человек просто сконцентрирован на игре и всё. Есть такое? Ну, в принципе, вратарь, да, там такой самый... Особенно последний, который стоял, там ездил. Да, да, он вообще сам нас поправил. Он даже не поправил, я не найдёшь в стране. Ну, они тоже, значит, они рады. Не, ну, просто тоже без эмоций и там нельзя играть, всё равно надо показывать. Если нет эмоций, значит, тебе не интересно, у них это как-то неправильно. Угу. Они должны быть либо какие-то такие боевые, либо, наоборот, там, поддерживать. То есть, не так же. Они должны при любом раскладе. Прости. Должна быть уверенность. Ну, это да. Угу. Эмоции должны быть. Спасибо. Женя, пожалуйста, ты сегодня на статистике показал отличный результат. И вот попробуй, как бы, предположить, кто забьёт первый гол за команду «Фиеста» и на какой минуте. И мы потом проверим. Ну, я надеюсь, забьёт первый гол Дмитрий. Он Дмитрий разобьёт. В минуте на 12, например. И первый гол, значит, с каким счётом? 6-1. Хорошо. Спасибо большое. Тёмное твоё пожелание, команде «Фиеста» на этот сезон. Угу-поробами. Пожелание, в первую очередь, всем крепкого здоровья. Оно нам понадобится на этот сезон. Чтобы мы прошли сезон ровно, без травм, без каких-либо аксессов. Хочется, чтобы мы играли, получали удовольствие и жили просто этой жизнью. Наслаждаясь от этого. Спасибо большое. Пусть у вас был голосовед, чтобы сегодня было много побед. И на поле жизни. Спасибо.